В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 августа 2017 года среда. Поздравляю всех, кто отмечает День ВДВ и считает себя причастным к этому дню. Да и вообще поздравляю всех настоящих мужчин, которые, я думаю, что мечтали все-таки как-то себя относить к десантникам. Неважно, служили или не служили, но вот такой пример для них был, всегда и остается. Браво, ребята, так держать. По одному из старинных календарей 32-й день месяца получения даров природы 7525 лета третейника. Начинаем живой эфир. Состояние климата на сегодняшний день. Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шиншук. Здравия, Владимир Алексеевич! Добрый вечер всем. Я сегодня заявил тему, касающуюся, что творится с климатом у нас и как бы из-за чего все это происходит. Но перед этим я хотел буквально два слова сказать по поводу обсуждаемой и все более расширяющейся в интернете теме, касающейся как раз Сталинградской битвы. Ну и вот там Андрей Купцов там выступает в плане того, что мы там бились, получается, там с рептилиями. Ну как он сделал такой вывод? В принципе, поскольку я был как бы в какой-то степени знаком с теми людьми, участниками тех событий, я могу пояснить этот вопрос, чтобы не было недомолок, потому что Сталинградская битва, в принципе, для нас она значима, для, во всяком случае, старого поколения, которые выросли, в общем-то, на этом героическом прошлом. И поэтому я хочу сделать некоторое пояснение. Дело в том, что когда германские войска, они тогда были германские, подошли к Сталинграду, нам в тыл ударила армия барона Ургентна. Вот, ну, считается, что он был расстрелян в 1921 году, но это не так. В действительности, как раз там произошло объединение всех там непрописных, и там была немецкая республика, которая, в общем-то, была у нас 16-й республикой. Сейчас про нее нигде ничего не сказано, неизвестно. Столица был город Энгельс. Вот, и он и сейчас остался там, значит. И эта республика тоже выступила против советской власти. И вот объединенные войска, немецкие, значит, барона Ургента, дальше, значит, непрописных там, вот они все, в общем-то, выступили на стороне барона, а не на нашей стороне. И Сталину, ну, не сам Сталин, конечно, а дипломатам удалось договориться с тем, чтобы ударить по этой армии. Она была, конечно, сильной армией. Если бы мы ее туда не сломали, да, то нашей барме пришел бы конец. И поэтому вот такие вот противоречия, что бои были не на правом берегу, а на левом, как раз где город Волжский. Вот, почему у нас и статуя там, родина-мать Волгограде, установленная в бывшем Сталинграде, повернута на запад, вернее, на восток, а не на запад. И почему у нас немцы и германцы, они были объединены потом, в конце концов. Потому что фашисты и немцы, ну, и германцы, это были разные силы. Немцами звали казаков. Это было другое их название, потому что казаков ведь всегда уничтожали. А у них была своя даже церковь, казацкая церковь, да, революция, это все, естественно, было. И потому что они были молчальниками. Ну, и когда вот их уничтожали, их, в общем-то, обучали говорить, да. И поэтому был еще один раскол среди казаков. Те, которые продолжали быть молчальниками, их называли немцами, и те, которые уже заговорил. Но это были казаки. Хотя казаки, казаки, они в действительности в прошлом тоже молчали. И вот в силу того, что, значит, произошло такое сражение, да, вот, в конце концов, мы вышли победителями, победив сначала немцев, а потом победив и фашистов. И из-за этого у нас, собственно говоря, и фашистов, немцев объединили в одном. Хотя вот эти немцы, это русские казаки, они никакого отношения не имеют к современным немцам. А большинство из Казахстана, куда их потом всех выслали, да, они уехали именно в Германию. Но корней у них, конечно, нет, не было. Вот. Это один момент. Другой момент, конечно, там купцов приводят по поводу войны 1912 года, что это уже не было. Ну, она была. Он правильно говорит, что если лошадей там пустить друг за другом, у нас дорог как раз там не было в тех местах, то они растянутся там на 700, на 1000 километров обоза, да, вот, то есть, тоже нереально, да, получается. Ну, а потому что была война-то еще в 1912, она была магической. И проблем перемещения людей в то время не было. Просто у нас то, что 19 век у нас примитивный, нас заставили так верить, а там использовали и флагистоны, и теплород, и аэры. То есть, много всяких вещей, полей, которые у нас были забыты. Именно в 1905 году у нас, в принципе, родилась наука, родилось электричество. И мы, в общем-то, ну, это, конечно, она, может быть, и чуть раньше зарождалась, да, но официально, когда уже признали теорию относительности, то есть, заблуждения, которые сейчас у нас в науке были. И поэтому, значит, вот у нас такая тоже ситуация. То есть, была и отечественная война 1912 года, и Сталинградскую битву. Мы победили и немцев, и мы победили фашистов. Ну, правильно сыграв. Это такое маленькое отступление, которое я хотел отметить, в силу того, что, в общем-то, складываются не совсем правильные впечатления о прошлом. Ну, а сегодня, значит, я хотел осветить тему, что у нас творится с климатом. Во-первых, у нас, в силу того, что у нас много всяких параллельных миров, видов параллельных миров, много. То есть, это и перпендикулярные миры, которые, значит, отличаются от нас перпендикулярным и расположением, соответственно, в пространстве. Это и, значит, смежные миры, которые, в общем-то, отличаются от нас плоскостью эклиптики. И еще в свое время Роберт Вуд, физик, он доказал, что если даже кольца они ведут себя как, ну, если они в одной плоскости происходят, ведут себя как бильярдные шары. То есть, они отталкиваются, как по правилам, значит, этих шаров. И вот если их под углом друг к другу, то есть, ни в одной плоскости пускать, то они проходят друг сквозь друга. То есть, они становятся невидимы. То есть, вот плоскостные миры, смежные миры, которые, они связаны с плоскостью эклиптики. И вот были временные миры. Вот временные миры, они, собственно говоря, и есть. Все временные миры, это вот не то, что вот мы сейчас вот существуем, а он протяжен и в будущее, и в прошлое. И поэтому у нас, всего того, что Земля вращается вместе с Солнцем вокруг центра галактики, вот эта вся хороника, откуда вот слово хоронить потом пошло, она существует одновременно вся. То есть, и прошлое, и настоящее, как кинопленка, они существуют одновременно. И вот 21 декабря, это такая дата, когда у нас происходит изменение, опять переключается природа с уменьшением продолжительности дня на увеличение. В этот момент происходит Рождество. Рождество, когда у нас происходит зарождение нового мира. Ну, мы знаем, что все живое делится, да. Те же самые клетки делятся все время, да. Кристаллы, они хоть и размножаются почкованием, но они тоже растут, хоть они и не делятся, но тем не менее. И миры тоже имеют эту особенность. Это универсальное свойство материи делиться. И делятся и планеты, и делятся миры, вселенные. Все имеет эту особенность, этот атрибут материи делиться. В моменты, когда происходят такие деления, у нас появляется новая земля, на ней появляется та же сама биосфера, те же самые появляются люди. То есть, все то же самое, они только находятся в временном пространстве, оторванных от нас. Мы их не чувствуем, но они есть. Они происходят, это как раз в 21 декабря. Это и точка не случайно названа Рождеством. Никакое-то не Рождество Христово, как у нас по православному 25 и 7 января, 25 декабря, 7 января, католические ввели специально и православное Рождество, чтобы нам затуманить мозги, и мы ничего об этом не знали. Но в действительности, когда происходит такое деление, происходит у нас сбой. И поэтому у нас существует около 5000 дел. Это, согласно Нарбекову, в наших спецслужбах, когда, в общем-то, они все засекречены, естественно, когда появляется у человека двойник с такой же внешностью, с такой же одеждой, с теми же ключами от нашей квартиры. Более того, иногда появляются целые поселки. То есть, он не успевает перейти в следующий мир. В том мере он исчез, а в этом остался. У нас ведь, посмотрите, сколько поселков с одинаковыми названиями. С одной стороны, конечно, многие поселки, они дублируются из-за того, что там одни и те же специальности жили. Ну, там, кузнецы, например, ткачи. То есть, там жили, или там, Певцово. Таких много деревень, повторяющихся, именно по специальностям. Но есть, которые повторяются не по специальностям. Например, у нас Кашира есть в Московской области, Кашира есть в Краснодарском крае. То есть, появился город целый, да? Там, он с тем же названием. Но более того, там и люди те же самые остались. Все это как раз связано с делением, с нарушениями процесса деления. Вот такие деления не каждый год происходят. Они происходят, когда накапливается количество неповторяющихся событий. Более 30%. В действительности, у нас вот ежегодно, если кто-то вот ведет дневник, да, как раньше, это было обязательным условием, и смотрят, у них повторяются события. Раз они повторяются, ничего не меняется. А если накопилось 33%, да, то происходит деление. 33 почему? Потому что число 3, а число 3, геометрия, оно имеет особенность, именно функцию деления несет в себе. Это геометрически там можно доказать. И вот получается, что у нас вот 21 декабря произошло разделение очередное вот в это 21 декабря. И мы оказались из другой галактики. В действительности исчезла черная дыра, которая двигалась из Земля. Некоторые туманности изменили свою светимость. Можно, конечно, это объяснить тем, что они изменились в действительности. Но такого в космосе не бывает. Это как раз происходит от того, что мы попадаем в другое временное пространство. И если астрономы покопаются, наверняка изменились и какие-то звезды в созвездиях. Изменились. Но не такие яркие, конечно, как Сириус, самая яркая звезда. А вот именно мелкие звезды, которые на небе особо не заметны, но астрономы могут заметить. И то, что у нас все время опять же астрономы открывают планеты новые, да, и потом они точно так же исчезают. Это как раз связано с тем, что они галендеваются, они просто остаются в том пространстве, из которого Земля выходит. именно в силу того деления. Вот это вот Рождество, в древле православия, оно было значимым у нас вот этот период, когда идет уменьшение, он назывался менее. И он, кстати говоря, по-моему, даже и в христианстве сейчас еще имеет место быть такое название. Вот. И с этим связана, кстати говоря, и возможность управления как раз событиями. Потому что жрецы не занимались, в основном, конечно, управлением. Ну, в силу того, что, в общем-то, сейчас многие конфессии, я имею в виду не христианские, хотя, может быть, даже и христианские тоже, которые, в общем-то, знают о той катастрофической ситуации, сложившейся на Земле, занимаются тем, что пытаются упредить конец света, вызванный возможностью взрыва того же самого Иллстоуна. Иллстоуна, вы знаете, он разогревается, там земля уже выше 100 градусов, там не только все животные ушли, ну, там погибли, в общем-то, и растения уже, так уже пустыня, там возникают трещины, пока не глубокие, но они, в принципе, возникают. И где-то уже и даже просматривается близко к поверхности лавы. Вот. Все сведения по Иллстоуну, естественно, засекречены так, то есть, никакая информация сейчас не поступает. Ждали взрыва этого Иллстоуна, значит, в 16-м году, в феврале месяце, когда правительство США и все миллиардеры уехали из Америки, туда Обама был, вот, на что обиделись очень военным. ждали, значит, опять же, этим летом. Вот сейчас опять ждут, да, взрыва. Ну, там начались интересные процессы. Появилась очень мощная магнитная составляющая. Обычно в вулканах не появляется такой вот составляющей. Это говорит о том, что и какие-то силы нам помогают, потому что, когда возникает некоторое упоризлечение, а магнитное поле, оно ведет к предотвечению, то явление повышения температуры, оно сдерживается. Сдерживается, и поэтому возможность взрыва вулкана несколько уменьшилась. Вполне возможно, это связано как раз с тем, что многие жрецы разных конфессий работают с вулканом и не хотят, чтобы он взорвался. Потому что взрыв его, он где-то будет в 80 тысяч раз больше, чем взрыв Крокотау, который в 1870-м или 1873-м, сейчас не помню точно, произошел. И он имел такие размеры, как всего лишь навсего 0,8 диаметр, 0,8 километра диаметр жерла, да, и глубина его залегания была где-то всего 16 километров. У Йеллстоун, у него 75 на 55, ой, 72 на 55 километра, размер жерла, и глубина 640 километров. Представьте, что эта вся масса вдруг окажется в воздухе. Понятно, что будет мощный цунами, который будет исчисляться, ну, до 5 километров вполне возможно будет волна, а она уже не один раз обойдет Землю. Она будет многократно обходить ее, пока это все успокоится. То есть, на Земле мало вообще, что может сохраниться в этом случае. Вот, выброс этого пепла, который в том же самом Крокотау, погубил очень много людей, потому что это очень мелкодисперсная пыль, и респираторы против нее бесполезны, она проникает сквозь респираторы, и человек, в общем-то, умирает от удушья, потому что забиваются легкие, и он, естественно, погибает. И поэтому там погибло 240 тысяч человек, когда Крокотау взорвался. Здесь же будет, конечно, значительно больше. Ну, а в силу того, что у нас на сегодняшний день около 500 ядерных станций построено по Земле, и все обычно стоят на разломах. То есть, землетрясение, которое вызовет супервулкан, вызовет из... все вот эти аварии, которые будут происходить на этих ядерных реакторах. Ну, недавний случай с Фукусимой, пример тому, что это может... к чему может это привести. Вот, радиация повысится настолько, когда бы вот эти аварии произведены, что, в общем-то, даже простейшие не смогут выжить в условиях такой радиации. То есть, в общем-то, илстонская катастрофа вполне возможно может привести к гибели всего человечества. Надеются, что, в принципе, если спустить пар, чтобы он был небольшим взрывом, то есть, небольшое извержение, тогда, может быть, ничего такого не будет. И вполне возможно, так оно и будет по этому сценарию развиваться, потому что возникло это магнитное поле откуда-то. Вот. И теперь, значит, если взрыв вдруг произойдет в полную силу, то Земля может сойти со своей орбиты. Если она произойдет к Солнцу, то ничего хорошего не ожидается. если взрыв произойдет, когда там будет ночь, то, значит, у нас будет еще больше жарить, чем когда-либо жарил. Или, наоборот, полетит, значит, от Солнца. Если будет днем взрыв, тоже ничего хорошего не будет, если у нас наступит холода. Вот. Ну, а сейчас еще к тому же у нас Земля приобрела очень большую прецессию. Мы иногда наблюдаем тот же самый месяц, Луну на небе, который у нас не вертикально стоит, как обычно, а как люлька. Вот это вид на экваторе. То есть, это получается, что наша Земля болтается, ось Земли болтается. Эта прецессия началась у нашей оси Земли. Так что, расстояние не 200-300 километров, как нам рассказывают, а где-то около 5000-5000 монополюсе, 5000 моноэкваторе. Поэтому у нас же то жара, то холод. Лето в этом году во многих регионах практически не было. Вот. И более того, значит, появились огромные трещины, идущие по всей Земле, разломы, они многокилометровые. Связаны с кориористовой силой и с теми напряжениями, которые были в Земле. Но эти кориористы силы их только подтолкнули. Многокилометровые как в длину, так и в глубину. Ну, уже, ну, там, может быть, не такая уж большая. Большой размер, но, тем не менее, впечатляющее зрелище. Про это нам все не рассказывают, но, тем не менее, это все происходит. Почему такая вещь произошла? Все произошло именно из-за того, что у нас закулисные жильцы, то есть те, которые, в принципе, нами управляют до сих пор, решили сделать ось в районе Вифлеема, Иерусалима и Мекки. А почему именно эти города выбраны? Потому что, значит, моления, которые сейчас вот происходят у нас, они все направлены у мусульман, у евреев, ну, и в какой-то степени у католиков. У Мекки. Они, значит, мусульмане на Мекку молятся, израильтяне на стену плача, то есть на Иерусалим. А католики, они на восток. Ну, то есть, фактически, в том же направлении, если смотреть со стороны России. И получается, что, в общем-то, эта ось, она формируется, потому что возникшее вот это вот поле, которое, в общем-то, психополе, которое обращается, имеет солитоны. Солитоны – это, в общем-то, вращающийся эмоциональный сгусток, сливающийся с другими сгустками, подобными, да, и образует большой эгрегор, в конце концов. Для православной всегда у нас молились и на север, поэтому на севере у нас сформировалось в свое время, значит, агрегатное, это эгрегорное состояние психополя, которое закручивает и планету. И сейчас, везде, где у нас на планетах существует вращение, там есть какие-то или геохимические, или биохимические процессы, но какие-то все равно процессы должны идти с выделением вот этого эмоционально, тонко составляющей структуры, которые вот эти вот солитоны и представляют. и поэтому у нас, в общем-то, в силу того, что изменили направление моления с 19 века, и вот за 100 там с лишним лет создалось вот это явление, да, тем более леса уничтожаются, леса являются мощными стабилизаторами вот этого явления, потому что они поглощают эти эмоциональные выплески, да, сейчас поглощать и нечему, их специально уничтожали, вот, и поэтому сейчас у нас организовано, в общем-то, новые ости, поэтому возникла вот эта прецессия. Более того, у нас и у того, что, в общем-то, все явления, связанные с негативными эмоциями, вызывают неизбежное влияние на саму планету. Например, когда началась Первая мировая война, ну, то есть, там революция, значит, трясло всю Европу. Когда началась Вторая мировая война, опять трясло всю Европу. Когда началась культурная революция в Китае, за 10 лет, через 10 лет произошло мощное землетрясение, которое унесло там более миллиона, по оценкам западных экспертов, людей, именно из-за того, что люди испытывали отрицательные эмоции. О том, что отрицательные эмоции вызывают влияние на землетрясение, на положение в природе, говорят утверждения таких корифеев, как Махатма Ганди, это индийский руководитель, об этом говорил Николай Рерих, и говорил об этом даже Лев Толстой. О том, что все, в принципе, происходящее в природе связано с нашими эмоциями, с эмоциями людей. А эмоция, опять же, если она отрицательна, она имеет 7-герцовую частоту. А 7-герцовая частота это частота страха. Когда начинается землетрясение, перед началом появляется этот гол леденящий сердце. это как раз вот этот страх, накопленный природой, накопленный летосферой, он выходит наружу. И здесь тоже происходят такие же явления, как возникновение солитонов. Но уже не от моления, а от переживания. От переживания, что человек не может отдать кредит, от переживания, что его должно уволить с работы, от переживания за детей, которых он не может там содержать, не может устроить в школу платную и платить за это. Все эти эмоции, они складываются опять же. Но они складываются хаотично, в отличие от моления. И возникают в природе вот такие вот солитоновые столбы, которые вытаскивают с той же сриттосферы воздух с отрицательной температурой вниз на землю. И в результате этого в Америке три года где-то назад произошло мощное похолодание в некоторых местах. Потому что возникли такие солитоновые столбы. Мощное похолодание это опускание температуры сразу до минус 60 было. Причем значит ну и из-за этого Америка она вся попала в долговую яму компаниям которые торгуют электроэнергией. Потому что они наоборот завентиляются ну как положено при капитализме. Вот. А отапливать у них же дома не приспособлены к таким температурам. Они вообще к зиме не приспособлены. Поэтому топили все значит электроплитками там значит этими приборами отопительными естественно что это вывалилось в огромную сумму. Вот. И поэтому-то у нас в общем-то возникнувшие солитоны стали появляться сейчас и в Сибири. То есть у нас раньше таких явлений вообще не было. Но сейчас они стали появляться. И это еще подтверждается этими фактами как попадание самолетов они говорят что это вот турбулентность и некоторые самолеты так и не могут вырваться из этого плена. А это вот как раз этот смерч. И он он может быть и невидим и на земле его не видят. Он может быть именно в тонкой биологической так сказать структуре в тонком мире крутится. И в результате чего количество катастроф в общем-то по сравнению с прошлыми годами у нас в общем-то возросло. Потому что когда еще была советская власть и в принципе уже кончился гулаг и все прочее в общем-то таких явлений турбулентности как таковых не были они были но их немного было редко сейчас они все чаще и чаще начинают возникать кстати говоря когда вы садите самолет для того чтобы можно посмотреть чтобы значит если самолет должен разбиться то аура то есть свечение вокруг головы как правило исчезает а если значит такого ничего не будет то аура у всех присутствует причем она исчезает у всех у пассажиров у летного состава стюардесс то же самое наблюдается в шезнодорожном транспорте то есть тоже люди туда садятся поезд должен разбиться и вот тоже аура исчезает и поэтому для того чтобы упредить подобное явление необходимо смотреть что у нас с аурой происходит если ее нет то значит надо разбираться с этими транспортными средствами что-то должно происходить или двигатель откажет или кто-то теракт там совершит или еще какая-то другая причина по которой этот самолет или этот поезд не дойдет до пункта назначения видеть ауру достаточно просто то есть если вы на темном фоне вас будет освещать свет да эта аура очень хорошо видна то есть это некое такое белое там облачко оно имеет разные оттенки там обычно желто-зеленый бывает красноватый бывает голубоватый оттенок ну фиолетовых практически у нас не встречается потому что это люди духовные а у нас по замечанию наших так сказать индусских друзей духовных людей у нас в России не вылетает ну может быть они преувеличивают не могу сказать но вот этим способом я вот это пользуюсь потому что жрецы они говорят что человеческий организм это самый тонкий прибор который чувствует будущее нет других таких приборов которые в общем-то могут это сделать и проявление этой чувствительности отражается в нашей ауре то что в общем-то события которые могут дальше развиваться а у нас они в общем-то развиваются катастрофической распространенность вот этих всех отрицательных эмоций тем более сейчас опять возникает военная угроза там со стороны США но это все специально подогревается то есть нас специально ведут к тому чтобы произошла очередная война и вот для того чтобы этого всего не происходило и не было нам нужно противоположные эмоции излучайте себя для того чтобы все это гасить эмото Масура это японский исследователь воды доказал что вода имеет структуру когда на нее воздействует положительная эмоция при слове спасибо там например да она приобретает свойства такого красивого снежинка которая заморожена после того как это слово произнести но приобретает красивый узор шестиугольной снежинки при слове мудрость тоже красиво при слове страдания тоже красиво они разные но они красивые и вот смотрите недавно в интернете в общем-то открыли такое явление я не запомнил автора что у нас оказывается крепости построены были в прошлом да не как какая-то вот округлая форма которая для защиты от нападающих каких-то там кочевников там или еще кого-то а они построены в форме именно снежинок то есть вот эти красивые бастионы вот они имели шестигранную структуру то есть получается что наши древние люди знали о том что в большом то что и малом это скрижаль гермиса тресмедиста и они это притворяли в жизни то есть они соответственно строили крепость для того чтобы те кто внутренне живет имели структурированную воду потому что форма округ вообще все формы которые нас окружают они влияют на нашу внутреннюю структуру а здесь сама крепость большая структура города влияет на нашу внутреннюю воду и создает ее гармонизацию ее структурированность потому что то же самое Мотамасура показал что если на воду говорить отрицательные слова например я тебя убью или ты дурак или воздействует каким-нибудь хэви метал вода не имеет структуры если она и имеет ее то она никакая она не представляет никакой красивой структуры а мы в принципе подгружены вот в этот мир отрицательных эмоций отрицательных слов и когда мы в нем находимся мы очень быстро старимся из этого а вот если мы будем жить в тех древних городах которые строили наши предки специально чтобы жить долго останавливается рост и мы начинаем 20 стареть кто до скольки так сказать дотянет 60 70 ну максимум там 80 90 больше не живут 100 а в то же время до революции у нас народ жил почему-то более 120 лет считался нормальным возраст и это мы узнаем из эмигрантской печати нам рассказывают про 40 лет продолжительность жизни но якобы там они считают там со смертностью высокой среди детей но это все опять же лапша для того чтобы нам показать что предки наши были хуже а в действительности они были лучше и у них не практиковалось вот это вот потому что ну я имею ввиду отрицательные вот эти слова вот они если употреблялись там ну против противника против во время войн там или еще когда-то потому что воины все же с военной терминологией связаны то есть с воин да вот и поэтому в общем-то живя вот в этих вот структурах больших организованных они были вечными а когда люди вечны они все время растут почему наши предки были больших размеров откапывают могилы и пятиметровых и девятиметровых и восемнадцатиметровых тоже в Библии сказано что значит великан имел рост 1200 локтей вернее 300 локтей да ну даже считай 0,4 метра да вот сколько он получается а 3000 локтей 3000 извини получается 1200 метров это такой рост был у какого-то значит там эпохального героя который вырос именно в правильной структуре и когда мы придем опять же вот к этому полю когда у нас человек встанет на первое место у нас не будет ни старения у нас не будет ни войн ничего в свое время для того чтобы у нас гармонизация была пространства вот садили вот эти священные рощи сейчас кстати вот пошла волна посадки этих рощ ведь замечают что в этих местах во-первых исчезает авария во-вторых но это уже отмечают сами так сказать строители вернее кто посадил эти рощи отмечают что люди которые больные они там выздоравливают рощи то есть пространство гармонично пространство организовано даже простые симметричные посадки деревьев приводят к подобным результатам а здесь представляете город целый который правильной стеной окружен и возвращение к краю в общем то зависит от того что там наше правительство мы там что-то ждем что там что-то изменится что-то придет там добрый царь добрый дядя и он все исправит этого не произойдет надо работать начинать на своем уровне даже просто в своем огородике сделайте клумбу правильно выложенных до той же самой или рощи схема ее там приведена в моих книжках или в виде вот этих же снежинок которые Масура предлагает ну вернее открыл или в форме значит просто организованных деревьев не обязательно повторять точные структуры достаточно просто изображать какую-то симметрию потому что симметричный мир это правильный мир это структурированный мир а структура она распространяется не только на это место где вы это сделали она распространяется повсюду и мы можем таким образом преодолеть все те негативные вещи которые у нас происходят в жизни и они исчезут не потому что там у нас будет хороший царь а у нас он будет хорошим потому что у нас структура хорошая то есть мы его сами создадим этого человека ну вот вкратце то что я хотел сказать да еще значит вот необходимо конечно изменить свой эмоциональный фон не размениваться на всякие на мата на всплески отрицательных каких-то эмоций на какую-то ситуацию надо все воспринимать как оно есть и стараться не выходить из своего вот этого благостного положения в котором мы можем оказываться благодаря там поступили хорошо хорошо давайте итак первый вопрос пришел от Светланы Владимир Алексеевич здравствуйте скажите пожалуйста кем на самом деле был барон Унгерн каково его предназначение и какую роль в создании образа барона сыграл писатель Фердинанд Оссендовский благодарю ну у него в общем-то достаточно была блестящая карьера якобы он в 35 лет уже погиб но он в действительности не погиб у нас просто стерли всю память об этой немецкой республике которая у нас была у нас стерли память об этом бароне который ходил там освобождал там же лагеря же тоже были освобождены почему вот снимались целые ноги а куда они девались вот они шли к этому барону вот а то что его мистифицировать ведь это все очень просто у нас сколько вот таких мистификаций положено например вот у нас ну вот когда Российская империя распалась да ее захватили ну в принципе у нас уже была мировая революция да вот потом заменили на великую социалистическую революцию но в действительности была мировая революция потому что Российская империя это был весь мир там были герцогства были протектораты были колонии ну все было у нас да королевство вот а когда все это распалось Европа она вся была российской ведь посмотрите тоже он он же родился в Австрее на русском языке говорит тогда вот так что в общем-то распад как раз вот российской империи привел к тому многие же были против этого да то есть и у нас ведь несколько волн тех же самых непрописных православных которые в общем-то несли вот эту православную культуру у нас же православие вообще одно время термин даже был запрещен вместо него кстати вот казацкая церковь они как бы вместо православия потому что у нас богиню славь убрали да оставили правь нафи оставь убрали и против нее была целая компания развернутая и против ее числа была развернута компания а у нее число 6 у праве числа 1 у слави 6 и вот число вернее формула 1 плюс 6 н 1 плюс минус 6 н это формула простого числа почему правь и славь потому что простые числа в основании всего мира лежат простые числа те которые делятся только сами на себя вот когда славь начали шестерить да вот против шестерки тоже начали компанию и вот слово шестерить осталось да но это значит прислужить потому что мы же славили богов да а славили богов и мы им собственно передавали какие-то эмоции свои да и они обратно нам давали поэтому были чудеса потому что никак сейчас только просить можно у бога славить его нельзя вот и поэтому шестерить нельзя то есть служить богам нельзя вот и шестерить у нас сейчас в тюрьме это считается ну как бы ну позорным в какой-то степени низкий уровень пресмыкания ну да а почему нельзя славить почему только вот просить можно вроде я встречал людей которые не просят богов а славят и общаются это уже настоящее православие а современную христианство там только просить можно а в этом смысле понятно хорошо значит получается если вот вернуться к вопросу Светланы получается и она уточнила видимо вопрос исходя из того что услышала в самом начале про Сталинградскую битву значит насколько я понимаю вот это немецкая республика из того что вы сказали это была казачья республика и сначала пришлось добить казаков которые вот там находились и потом уже сразиться с нацистами которые вот германские все племена объединенные Европы которые вот в Советский Союз и вломились получается так да и вот этот Урген это как раз вот он и есть оттуда барон казачьей республики то есть это вот не немцы которые говорили по-немецки а которые просто молчали поэтому немцами назывались да хорошо идем дальше Петр славный из ютуба вопрос Владимиру Шамшуку сыроедение путь к бессмертию культ предков аудиокниги я прочитал в скобочках ушами какие есть новые когда и где можно скачать в скобочках желательно безвозмездно ну у нас у нас на сайте там выложено вот кроме культа сыроедения еще выложено этическое государство вот то есть три книги ну а потом то что мы не выкладывали оно тоже есть в интернете там у меня около 50 книг поэтому какие новые вы считаете но сейчас вот у меня тоже выходит две книжки новых связанных как раз вот острове православной цивилизации а вообще как бы книг много написано и серия поисках сокровенной серия русская волшебная культура но эта серия она особо в продажу не поступает но тем не менее значит при желании достать можно я думаю что для большинства людей новое это только то что еще неизвестно так что если даже книга была написана по современным меркам давно для некоторых людей она когда будет считаться будет для этого человека который считает новое так что здесь трудно ответить на вопрос а что он считает новое то что вышло сейчас или то что он пока еще не знает поэтому для каждого новое своим меркам мериться ясно и тогда напомните про какой сайт идет речь и на каком сайте это можно скачать посмотреть как сайт называется как найти точки нет да и в общем там они выложены да но помимо моего сайта существует куча других сайтов на которых книги выложены и в виде значит там вордовских версий пдф тоже форматы там представлены но это мы правда не выкладывали не несем ответственно за то что там написано потому что там часто бывает вставлена всякая ерунда чего я не писал а мне потом приписывают вот и я не мог написать там всякие там допустим я читал вернее мне прислали значит что я там говорил про какой-то аспирин что формула такая то я такая то такое то сказал но не мог говорить вещи по определению потому что у меня биохимическое образование я как бы в этих вопросах разбираюсь надо все-таки посылать нас официальный сайт чтобы таких не было потом вопросов и не было кривоток кстати говоря у нас информация вообще изменяется она сама изменяется вот компьютер я сдавал недавно книгу когда сдаю мне приходится несколько суток до трех заходит не спать все вычитывать потому что меняется тексты меняются и вот после недавно сдавшей книги мне все вообще исчезла вся информация об этой книге как будто я ее не писал чудеса ладненько идем дальше Сергей прислал вопрос кто и как измеряет магнитное поле в районе Йолстона это первая часть вопроса и насколько вероятен взрыв а не вытекание лавы из жерла вулкана Йолстон то есть кто измеряет магнитное поле в районе Йолстона и насколько возможно вытекание а не взрыв ну вытекание это конечно самый простой способ который бы ну нежелателен конечно но который бы не уничтожил во всяком случае жизнь на земле до пострадали бы там только местное население в какой-то степени вот но все равно там будет и пепел там все равно будут взрывы но не такой мощности это если это все произойдет а тоже там измерительных приборов натыкана это еще было 20 лет назад они начали замечать что гейзеров куча там начал образовываться вот это счет 70-е годы там то есть он постепенно разогревался да а первое вообще упоминание что там что-то не то это еще в годы депрессии которые случились соединенных штатах америки тоже тогда он начал шевелиться и у нас сейчас зашевелились там и логарито там и сан-андреас то есть это мощный тоже супер вулканы которых на сегодня около 30 по всей земле на 1 они в европе донецкий кряж самый мощный кстати я супер вулкан он пока вроде спит да но от военные события которые там на донбассе происходит они могут его разбудить конце концов вот это тонн около бонна тоже там супер вулкан но я уж молчу там всякие петель сам и везуи начинают просыпаться который давно уже так сказать не извергались в исландии опять же вулканы но не не супер вулкану но тем не менее их не извержение всегда нарушала работу и жизнь европы поэтому все эти моменты связаны с нашей эмоциональностью отрицательной национальностью они очень-то существенно то есть районе донецкой республики так называемые дремящие супер вулкан находится да он тоже там да нет если если он там долбанет то будет всем так не кисло да придется это хуже его в том он больше том что он 600 километров может специально там войнушку затеял чтобы разбудить его может быть это не включено у нас ведь все все определяется кулиса мы там думаем что наши руководители что-то могут и они и думают что часто придет власти новый там президент новый там король новая принцесса еще там кто-то вот они будут делать все то же самое что делали предыдущие никуда не не денутся может они заложники у них есть семьи у них есть близкие люди которые всегда в первую очередь оказываются под ударом это ты за кулисы она заставляет людей дело то что им нужно выполнять возложено их обязанности да да и поэтому вполне возможно что они специально организовали эту бойню для того чтобы тот коряш тоже заговорил как ел стоун я сейчас вспоминаю шумиху вокруг трампа когда он выбирался там это еще и для россии он такой прям молодец для всего мира он будет все здорово сделать но первое же заявление его все стирает перечеркивают он делает все то же самое что делали до него вот один к одному да в том то и дело так хорошо идем дальше александр за чьяр из ютуба вопрос эфир перемены с погодой не связано ли это с работой харп вот такой банальный вариант может быть ничего там серьезные просто харп раскрутили да и все ну вы знаете я думаю что сейчас американцы немножко начали думать по поводу того что применяют это климатическое оружие они его успешно применили но они про не климатическое не просто устроили ядерный взрыв фукусиме об этом сейчас все больше и больше становится известно да то есть разные разведчики связанные со службой соединенных штатов тогда на таких вот должностях открывают за мной занавес на вот это событие вот и потом ведь это же все не проходит бесследно понимаете то есть фукусима она рождает другие вещи ответные которые происходят даже соединенных штатах америки и потом ведь смотрите за кулиса она неоднородно на разнородно и вот герасимов есть на украине такой контактер он с ним кстати советуются даже президента и сейчас уже вот он общается с этими инопланетянами и они через него говорят будете делать так то получите то то и в действительности все таки происходит если не слушаться то что они говорят поэтому в общем-то вполне возможно что харп они применяли во всяком случае вот одиннадцатом году вот в 2011 году когда была жара вот это невыносимо европу заливала сюда в россии была жара и вот эти вот были все вот и пожары и сушь невиданная да они применяли потом лазерное оружие которое поджигал общем-то со спутников применяли это ядерное оружие применяли против лесов леса горели вот это тоже зафиксировано то есть и это тоже стало благодаря снова дону тому же самым известного много что рассекретил рассказал это что против нас америку он давно ведет и бактериологическую войну и экологическую и всякие другие виды воин но это делать опять же не америка не американцы то делать за кулиса руками американцев понимаете потому бороться да надо не с американцами бороться за кулисой вот если мы ее победим да тогда у нас будет все нормально мы можем туда вернуться и державному строительству можем вернуться даже государственному это будет все равно лучше без закулисы чем сегодня когда мы живем при закулисе в общем вспоминается мне песня советских времен если бы парни всей земли взяться за руки однажды могли да вот как раз такая ситуация что надо объединяться они разъединяться и конечном итоге понять кто же на самом деле все эти гадости творит на земле а так можно бесконечно друг друга тыкать пальцами и все мы оставим сели без пальцев или без глаз дальше лалимир сметанников из youtube а будет ли революция в стране 2017 году он не указал какой стране поэтому я не могу точно указать про какую страну на метре но сейчас значит нам намечаются события ну как готовиться к событиям к выборам да но не в семнадцатом а восемнадцатом вот который будут но я думаю что наше правительство тоже какие-то меры будет принимать ответная чтоб не случилось ничего любое вот это событие связано с революции с войну или еще что-то она значит включает вот эту вот за кулису за кулиса она все делает не сама с помощью опять же людей вот не случайно же каждый город у нас окружен значит поселение в который вход простому человеку заказан там может быть какая-то часть война оставить или еще что-то охранить якобы там склады какие-то а там спят в спячке вот то что мы называем вампирами которых нет который якобы лишь только легенды всякие а вампиры они среди нас бывают да то есть я уже сколько случаев таких рассказов что еду значит вот это там девушка и парень в поезде в тамбуре якобы целуются действительностью отсасывают у друг друга кровь то есть вампиризм это болезнь и вот людей заражает этой болезнью а потом использую для событий когда революции происходит вот питер же его же нами только рассказал что он два человека погибло до погибло все шесть с половиной миллиона которые были до революции там жили вот и погубить их именно вампиры тоже там городов вот этих закрытых городков натыка намного и в этих городках спят спокойно вот эти вампиры которым кровь если не давать они впадают в спячку спят до 100 лет могут спать пока не проснуться или снова им нужна кровь вот поэтому вот эти вот зверства которые происходили ведь питер после того как случилось революция уже был пустой два года был пустой пока там с разных мест там снова его не заселили а некоторые города которые существовали у нас до революции ваще их не стало то есть там не население ничего не осталось их даже название не осталось потому что вот эти вот вампир или война когда начинается да вот эти антиданские так называемые войска они проходят после них пепелище не деревень не поселков ничего против после них не остается они все зачищают уничтожают вот это работает третья сила им нужна эта война они почему говорят что сбор урожая приходит вот потому что нужно значит то чтобы вот эти вампиры начали работать они работают сильно за кулису меня свое время приглашали ну как мой знакомый просто милиционер не пригласил позвонил сказал что там не нашли женщину без крови надо посмотреть откуда почему такая вещь произошла ситуация к ним они с мужем ехали машине и их останавливают двое серебряных одеждах облегающих как инопланетяне но он остановился увидев такое чудо на них это нам нужно ваша жена на 10 минут это мне приносит на носилках вот она обескровлена на его значит судить что он якобы вот убил до а в действительности он ну как он может убить свою жену до выпить но потом этот случай как бы замяли он сразу стал секретным просто не во всех органах вернее не во всех отделениях милиции милиционерских полицейских да известно о том что про вампиров ничего нельзя говорить что все это миф то это и нам эти смотрите вот это вот придумали чупаккабру да которая якобы вот там животных отсасывают кровь и и никак не могут поймать она разгибает решетки на клетках кроликов там сломать замки открывая замки но ты ясно что или лом или еще что-то там применяли то не волк как нам рассказывать да и потом у кролика еще клок шерсти оставляет это якобы кролик вырвало то есть заметает следы еще там копытные там или какие-то большие следы еще после себя ставят то есть мистифицируют вот они действительности ну кто-то не может нападать на людей они нападают на животных но большинство они вот убирают только за курица отбирает как раз самых таких отъявленных негодяев которые не стесняются пить человеческую кровь и в общем-то привыкают к этому и они и в девятнадцатом веке пили и в этом веке то что же они спят в основном до просыпается только во время таких событий почему нас и толкают на эти события чтобы подкормить свою эту армию потому что она не может долго спать и сейчас она все больше и больше просыпается причем по всему миру про эту чупакабру стало вот известно да то есть в южной америке и в европе везде и у нас в россии не просыпаются им нужна кровь и надо за кулисе что-то делать это не сейчас украину раскрутили на войну да там сейчас вот эти интендантские войска не действует а вот интендантские войска интересно что сами же наши значит десантники не ну прошли там освободили в югославии события когда были деревне освободили а пришли обратно ее нету то есть там пепелища никто это сделал они вроде этих всех отбили вот день и нету ну потом стали оставлять специально людей наблюдающих разведчиков смотреть что там происходит с освобожденными деревнями это не говорят об этих таки датских войсках в чем они одеты форму так сказать в нашу как бы да вот на поступает и идутся не как наши то же самое великое тесно войну было это это всегда было вот поэтому нам нельзя позволять себя раскачивать на и всякие революции и всякие войны вот нам надо понимать что за кулиса она только вот это выиграет они уже уничтожают население миллионами про которые мы ничего не знаем потом рассказывают нам какие-то там тысячи то же самое отечественного на то же самое гирданская война миллионы и миллионы людей гибнет в эти моменты жуткие вещи но вот как еще показывается историческая такая история можно сказать что всегда перед революцией страну в которой революция собирается пресс собираются сделать революцию там себя какой-то кризис намечается кризис моральный кризис экономический там еще какой-то еще какой-то и вот нас в последнее время как-то пугают и пугают кризисами все хуже и хуже тут народ начинает уже жаловаться уже этого нет и этого нет и здесь что-то зажали там что-то отжали там не урожай как-то да все вот это вот идет идет к чему-то такому интересно поэтому призыв к тому что давайте не поддаваться а понимать что происходит давайте каким-то образом совместно выруливать эту ситуацию чтобы конечную кровь в конечном итоге кровь не пролилась в больших масштабах вот я поддерживаю такой призыв надо голову включать на всем да и вот как раз организация пространства вот даже у себя там на местности где мы живем это будет приводить к тому что все эти явления исчезнут потому что в положительную подобное тянет подобное да если мы имеем такие эмоции разрушающие когда мы притягиваются события разрушающие за кулисы разрушающих на все это тянется понимаете а если мы начинаем испытывать все это положительное к нам они не могут по определению притянуться они будут отталкиваться ну в общем да другого варианта просто у нас нет или мы разумные становимся наконец-то и понимаем что к чему ну либо нас как кроликов да и вот помните махатма ганди они же без единого выстрела победили своих колонизаторов англичан а каким образом они просто отказались покупать английские товары они не применяли насилие против насилия вот и а и они ничего там не грабили не убивали никого то есть все было тихо вот три вот эти вот принципа они как бы в основе вот чем знаменитый велик махатма ганди именно тем что он доказал что можно без крови без этих всех безумств без этих насилий привести страну к процветанию и к освобождению от захватчиков внутрь англичан англичане ушли они сами ушли потому что народ ничего не делал вот они сели там до их били палками там все вот они сидели они терпели не не отвечали насилием на насилие не отвечали то есть ну терпито но понятно об этом уже неоднократно радио говорили что если вы хотите получить какой-то эффект необходимо понимать как его достичь а просто так начинать махать направо налево в общем то можете этого эффекта не получить только усугубить ситуацию ладненько идем дальше светок 99 вопрос эфир здравствуйте можно ли для улучшения климата использовать генератор psy поля в кавычках для растений в кавычках светл флора который создал левашов вообще практика все показывают что если вы разговариваете с растениями хвалите их просите какие-то сделать улучшения в качестве плодов там начать свои схожести количество урожая то растение идут вам навстречу и они все исполняют что их просите то есть то живые существа которые нуждаются точно так же как любое существо в любви и заботе о себе если вы это будете все проявлять не нужны ники генераторные вот базлер он уже например тоже кактус уговаривал что вырос без колючек потому что ему ничто не угрожает и он вырос вырастал без без колючей у меня знакомые яблоки зеленые но не вкусные но зеленые попросил попросили яблони чтобы они стали красными они стали красными то есть это влияние именно слов наших эмоций она намного сильнее чем любой другой генератор ведь не случайно наши предки были богами прошлой жизни не знали как воздействовать на окружающих природу чтобы она улучшалась опять же эмоциями эмоции этого они лежат в основе эволюции но именно положительные эмоции эти отрицательные тоже в основе эволюции только инволюции тоже лежат нам надо уходить с этого пути хорошие примеры дальше цветок 99 вопрос эфир священную рощу надо сажать на равнине или можно на склоне значит смотрите священные рощи обычно садились и на сопках сопки у нас еще остались и на дальнем востоке в европе все срыли вот и у нас сопка почему-то шапка да это от слова сопка происходит потому что шапка мономаха или шапка жреца она носила как раз вот те секреты которые вкапывались в роще для того чтобы передать силу вот этого организованного пространства жрецу до нужна была эта вот шапка на которой все эти секреты в том же соотношении что и в роще они находятся они находились на шапке поэтому передавалась жрецу и почему у нас сохранялся легенда александре македонском которого якобы сошел с ума из-за того что но там много вариантов да это что он погиб там от того что там была эпидемия и вот один один из вариантов говорит о том что он одел шапку которую нельзя было одевать вот по синьки и шапка у нас остались вот эти выражения вот там была мощная сила она не его было она была того жреца который вы там в этой рощи в общем-то командовал происходило там славление богов а когда люди слагают богов вот это благодать на них не сходит сама причем там вот фантастические вещи происходят то есть появляются вещи в которых человек нуждается он даже их и не просит богу они вам дают у меня знакомы например сапоги женские не жопер торгущие да а во вторых вот помоги это как их но обязательно мере на боги вот и послали сапоги постарайтесь какие вещи могут происходить если славишь богов идем дальше вопрос эфир от сергея отслеживает ли соведущий чистоту шумана на земле как по его мнению ее изменение может влиять на климат не являются ли в принципе процессы происходящие на земле в настоящее время переходом ее на новый какой-то уровень существования в будущем ну сейчас у нас параметры водорода изменились из этого у нас сейчас это шумана тоже изменил сейчас тут вообще частота как бы земли естественно где-то 7 с копейками герц было сейчас она уже 16 герц но и не знаю последние там данные за не следят физики насколько это все секретно но она ползет кверху и сейчас количество смертей именно людей которые не сыроеды там которые там мясоеды особенно увеличивается увеличивается потому что люди неправильно себя ведут по отношению к биосфере потому что он вообще вот скотобойни они должны исчезть исчезнут об этом говорил мхатма гади и лев толстой об этом говорил может пока существует скотобойни на земле да у нас будет все негативные процессы на земле происходить да но его еще тюрьмы конечно только тюрьмы у нас все если вы посмотрите не все в центре городов построены до для того чтобы равномерно покрывать весь город отрицательными эманациями а в тюрьмах люди все испытывают там и несправедливость чувств и униженность и значит ревность эти ночи то есть весь спектр официальных эмоций идет в тюрьм который равномерно покрывает весь город и люди тоже начинают испытывать эти эмоции и все у них события начинает идти не так и мы можем противостоять только с усилием воли для того чтобы понимать что это навязано нам и все вот эти вот ссоры которые происходят они у первых ящиком пандоры продуцируется и поддерживаются до всегда и с другой стороны еще и тюрьмами вот и скотобойними потому что на всех этих ну даже строениях тут язык не поворачивается сказать да происходит именно генерация тех всех эмоций вот поэтому очень важно как раз нам пересиливать эти все влияния на себя вот поэтому когда у нас изменяется частота понятно что у нас ползет все у нас я боюсь и вообще химизм здесь изменится но правда нам и так его особо то не куда уж больше изменит потому что вот у нас рассмотреть и в организме 64 аминокислоты встречается да а у нас в пище их только 16 причем моего время когда еще в мединституте учился да было 25 мы учили 25 аминокислот сейчас уже 16 пусть когда я на биофарке учился то есть это все меняется меняется а куда дальше то меняться вот мы так загнаны можно сказать в угол нас многих уже реакции нет в организме вполне возможно повышением чистоты наоборот появится потому что чем выше чистота тем узор красивее возникает да ну возьмите вот песок на на столе там на столешность на металлическом листе если в какой-то звук него вызовите да возникает пущности всевозможные возникают узоры чем выше чистота тем мельче и красивее узорчик получается и тут появляется новая высокая чистота у нас вполне возможно будет открываться новые возможности и поэтому надо стараться соответствовать этой чистоте то есть все вот эти вот низкие частоты связанные с мясоедением связанные с вареной единой от них надо уходить конечно вот там вопросик еще остался не является ли принципе процессы происходящие на земле настоящее время переходом ее на какой-то новый уровень существования в будущем конечно не является дело в том что понимаете видите смотрите вот вращение земли вокруг центра галактики он связан с тем что мы попадаем в разные пространства где разные условия влияют на землю и естественно частота это меняется я не говорю о том что у нас музыкальным музыкальном искусстве все тоже переделано да потому что у нас как раз она была кратно чистоте шума на сердце ничего кратного нету вот из этого у нас музыка на но она вроде приятно нормально но она не так воздействуя на нас как воздействуя на древности почему раньше был сам звук приятен у нас звук он ну как бы мы нейтрально к нему относимся он не вызывает вот то блаженство например как вот чистота райха например да когда раскрывается всем сфинктеры человек описывается обкакиваются у него все и ему хорошо таких ведь нету чистот вернее они есть райх их открыл но их благополучно закрыли что мы их не знали вот а вот это вот повышение чистоты она ведет к тому что если мы делаем крат ей то это как раз и приводит к тому что мы начинаем чувствовать блаженство от звука и самое главное что у нас при этой новой частоте могут появиться новые совершенно способности которых у нас раньше не было сейчас смотрите сколько появилось всяких ясновидящих ванг до такого же раньше не было да а сейчас вот пожалуйста значит что-то где-то открывается что-то где-то движется так дальше петр славная реплика из ютуба в эфир несколько грубо написано я чуть-чуть подправлю господин гундяев из италии для своей но это пастует предполагая привез мощи никола угодника в москву здесь более грубо написано переделываю и сразу начались погодные катаклизмы ураганы и ливни вот . такая реплика я предполагаю что дальше должен по идее следовать вопрос связано ли это с тем что происходит в природе или это случайно совпадение но это может и не случайно совпадение быть потому что вспомните когда тамерлана разрушили гробницу да и было предупреждение стали ну по поводу того что если вы это не хотите чтобы народ погиб до восстановить эту гробницу но и там действенности мощи его были как бы обратно возвращены все было верну повернуто взад восстановили все вот и вроде мы как бы за это даже и не погибли ну и плюс тому что там было сказано что надо обязательно облететь москву с иконой казанской божьей матери для того чтобы москву не захватили но это матрона говорила вот такие вещи и остальным в общем-то прислушивался ко всем этим вещам он не был таким вот злостным материалистом каковыми потом стал стал не одно поколение до 70 лет это все-таки практически три поколения выросла материалитической среде а сам-то сталин в своем завещании он писал о том что надо возвращаться к монархии да и к православию то есть идеологии логи не было именно но он-то ведь знал о том что такое православие а православие она была всегда под запретом действительности дам то у нас современная религия нова превращена в католичество чистой воды то есть все то же самое что и в православии название православия нервные монархи он имел какую-то своеобразного здесь как раз рассвет пишет вопрос в ю тубе что скажете по поводу возврата россии к монархии сначала я к этому относился с усмешкой но в последнее время эта информация стала поступать из уст людей далеких от тематики радио сейчас собственно говоря нам пытается это сделать то есть это вот марию русская такое имя да и фамилия очень русская вот но дело в том что это опять же какая монархия тоже монархия римской империи империя если перевести на русский язык слова она как раз означает тоже что и президент президент это у нас резидента импер им это импосибл данном риском невозможным а импер это пер это сила на русском языке это и перрон откуда идет да то есть не божественное не сильная то есть импотентная империя да будет нам опять навязана действительность монархи она подразумевает державу а держава это когда все законы как говорил прокопий писарский все законы у нас у славян в голове то есть им не надо никаких законов писать в них все было ими не надо управлять они сами собой управляют почему и была держава и монархи там и прочие виды власти они собственно говоря скорее всего наблюдательность на обидательную функцию исполняют они управляющую управляющая функция она у самих людей которые способны самоорганизовываться почему кропоткин то говорил анархии мать порядка потому что он увидел на во время этой французской революции но видел как без всяких руководителей народ сам организовывался там шло распределение ролей да между самими людьми кто может управлять он управляет кто может строить баррикады он строит баррикады кто может стрелять он стреляет то есть вот шло такое распределение оно само происходило самостийные люди способны самоорганизоваться им надо только дать это возможность сделать на же все заблокировано да нас почему без инициативные люди так они не выращены в этой среде раскованности свободы выращены именно в среде когда кто-то за тебя что-то решает вот поэтому у нас самостоятельных людей как раз и мало и для нас держава как раз будет может быть и преждевременно в какой-то степени какой-то должен быть переход переходный период который очень-то приведет вырастет уже новое поколение людей способных к самостоятельным решением и действиям дальше велимир задает вопрос японец который воду исследовал на каком языке слова говорил писал когда исследование воды проводил ведь явно на японском например слова японского языка который русскоязычный автор перевел на русский как спасибо на самом ли деле так переводится ведь может быть при точном переводе это слово благодарю где можно узнать какие именно слова и фразы использованы при исследовании воды да конечно на японском там ведь работает не столько слов сколько эмоция ведь смотрите вот остеопатия например да это новое направление в медицине который в принципе грозит вообще ее заменить поэтому и наверное какие гомеопатию скоро запретят вот они же что делают они знают что вот массу раз сделал такие опыты и они могут структурировать воду организм человека создан из воды если с ним врач по-хорошему по-нормальному поговорить сам успокоится его успокоит уберется у него мысли по поводу его болезни да он вылечится даже без всяких лекарств потому что воздействие эмоциональные идет и они там ведь они сначала вот эту гармонию распространяют вокруг себя потом вокруг дома потом вокруг города вокруг земли то есть у них нарастание идет этой гармонии и это хорошо что такое направление медицине образовалась а потому что они знают понимают к чему это приводит изменить значит структурность воды внутри организма и болезни уходят ведь сейчас вот допустим рак считается неизлечим да а ведь сколько случаев когда человек узнает что у него диагноз рак может недолго и он или пускается во все тяжкие или другой вот он всю жизнь копил на на черный день деньги да когда узнал что у него рак он поехал к ульга свет на путешествие да вот все истратил приехал в рак и нет мужик который во все стяжки пустился до пошел значит в очередной раз к врачу у него рака нет женщина которая узнала что у нее рак она подобрала своему мужу новую жену перешила ей все свои отеяния там но все как она то любит все сделал там в комнате в квартире через два месяца у него рака тоже не было то есть она изменила себя она изменила свое состояние и все нет рака да и вообще любой болезни не будет если мы меняем состояние я знаю достаточно но они не столько известны насколько они богатые люди да они все время находятся в хорошем настроении вот когда вот это хорошее настроение них присутствует к ним и богатство тянутся к ним положить на события тянутся и главное у них здоровье им там от 70 они как пацаны бегают на этих досках как отец и прочее как вот и идут себе и они действительности молодые душа у них молодеет из-за того что эмоции маника штука понятно идем дальше александр антонов из youtube а вопрос а зачем закулистом закулистным силам взрывать землю и создавать на ней катаклизмы но смотрите у нас ведь в космосе очень много цивилизаций потерявших свои планеты но та же самая серьезно серьезно кит цивилизация да у них было четыре звезды там но мы сейчас только наблюдаем 3 4 взорвалась взорвалась и погибли все планеты которые окружали там цивилизации которые участие конечно цивилизации все же все не спасутся на свои значит этих летательных аппаратов могли улететь вовремя да вот но они живут и у них же нет места держи таких много на же вселенная это большая огромная естественно когда на земле человечество доведет до неразумного состояния руками которого пытаются его же убить да это все законно получается человечество уходит что заселяется новая цивилизация с той же самой плане вернее с тех же самых планет сириуса они разве с догонов специально развели да они же где-то ну как они там сомали присутствует но у них то ведь какие легенды о том что надо в общем-то селять землю но если вы посмотрите сейчас они просто переделаны все эти легенды да но первое издание какие были да там все об этом сказано а сейчас скажут это вообще туфта сейчас это говорят но это не туфта сириуси они одни из претендентов на землю и естественно лучше если мы погибнем мы спровоцируем извержение супер вулкана спровоцируем все эти землетрясениями ядерные катастрофы и понятно что земля очистится им тут много работы до раз работа значит они и чистят а это земля будет их уже наша цивилизация если даже там что-то и останется что сомнительно конечно но они хуже не будут спрашивать это местные аборигены которые ну как вот у нас же много диких обезьян многие же народы которые сейчас not у нас 26 раз то четко который проявляет себя да они все имеют родственников в обезьяна да то есть внешней формы даже похоже вот это же самое и мы тоже станем обезьянами да потому что упрощается среда обитания да и люди они деградируют если взять даже самые рассказы про медведи старые рассказы да чем нельзя было говорить медведь галиберта он горели ведьми всяко что скажешь он придет вот почему нельзя было перешагивать след медведя потому что он убьет вот они потому что были еще высоко интеллектуальные но сейчас у нас заповедных лесов не стало которые еще сохраняются девятнадцатом веке заповедных лесов не стало у медведев простилась поедине там он что может поесть сейчас жертвы вообще в лесу нету но кто жил в лесу он знает что принципе но долго там не проживешь под ножем корма вот и поэтому они все одичали и у нас тоже самое грозит одичание и какие там сириусе они мы никакими конкуренты в этом случае не будем конкуренцию составлять они спокойно захватит наш планету ну или другие сейчас петендентов по данным цару то там около 70 планет вернее цивилизации претендует на нашу планету на сегодняшний день сириусе они в первых то сказать туда вот серые там вроде как бы тоже дергались но серые это вообще это машинная цивилизация кстати говоря нам тоже может это грозить то есть машина в каком плане они во первых все гермафродиты да во вторых они все выродились у них управляет все но этот кремниевая форма жизни кремния форма жизни это вот компьютера у нас ведь все подготовлено для того чтобы компьютерная форма жизни захватила нашу цивилизацию у нас во первых согласно докладу снова за каждым наблюдение осуществляется с помощью гаджетов а гаджеты могут и нами управлять потому что все частоты наших эмоций известны в любую частоту там даешь на этот телефон и все мы будем как агрессорами или там наоборот кого-то там будем оскорблять или мы будем чего-то бояться и еще то есть наши эмоции все уже под управлением раз мы гаджетами стали пользоваться вот и вот эти вот серы они тоже превратились в этих незаметно причем превратились создавали компьютеры да ими управляли и думали что это их не как бы лопата своеобразно до инструмента которым они управляют не заметили как они стали инструментами этих компьютеров вот поэтому у них тонкие руки тонкие ноги огромная голова то и не выразились потому что все время разводить этими пачкованиями до или этими они говорят кстати говоря когда там все эти опыты делают над людьми не говорят что у них генетические проблемы это понятно что проблема то что нет эмоций эмоций нет эмоций это жизнь эмоции это эволюция поэтому у нас очень даже может быть и та же самая машинная цивилизация уже захватила потому что все уже сделано в общем-то но захватила конечно американцев прежде всего потому что у них это мощный компьютер и у них там все я на одна из претендентов вполне возможно хотя их и выкинули отсюда но сама давить эта цивилизация не выкинешь машины и цивилизации с ними бороться бесполезно потому что у нас на рождение населения идет там 20 там сколько лет надо пока там человек вырастет родиться вырастет воспитается а у них все моментально штампу этих компьютеров хоть сколько этих роботов да они то есть несопоставима в общем да произвести роботы намного быстрее нежели чем породить воспитать дать образование так далее это понятно но я так считаю что уже все-таки где-то кто-то уже захватил вопрос теперь как с этим быть ну ладно я думаю что к этому вопросу подойдем роман из москвы написал так герман стерликов сказал что скоро не будет воды так ли это я предполагаю что про стерлигово все-таки но прочитал как он написал стерликов и так вот не скоро не будет воды так ли это ну принципе поднимает правильную проблему у нас вода очень-то подземные грунтовые вода она опускается уходит и та вода которая у нас находится но нас окружает она тоже очень-то мельчает но взять тоже украину 20 тысяч рек за годы советской власти исчезла то есть а по россии просто нет этих данных тоже много счетов то что лесов не стало а леса не питает принципе реки свое время докучаев он пытался значит ликвидировать голод в голодающем по волже там высадил леса не знаю как сейчас они существуют или нет и голод был ликвидирован но сейчас насколько я знаю в общем то там везде пустыня сколько этом не был в пить но волгограде вот я не видел этих посадок вокруг волги который сделал докучаев вот поэтому в общем то нам есть на чем задуматься есть что сделать да ясненько ясненько новую герман стерлигов конечно молодец он так показывает характер показывать что наделать вопрос подходит ли это вообще для всей россии его мировоззрения но это я думаю не передачи сегодняшний он говорит в плане тех же газа что их надо выбросить не согласен полностью вот это что вообще электричество надо убирать у нас был теплород еще 19 веке на все эти телетайпы и телефоны работали на теплороде придумали электричество а восемнадцатом веке еще флагистон он и в девятнадцатом начале еще оставался может фотографии же есть трамваи и еду да но нет электричества я же эти пути железные да нет электричества то есть потому что было совсем другие принципы от которых отказались в 19 веке ну да потом вдруг раз лошадки спереди стали запоряженные до который трамвай таскают хорошо идем дальше геннадий романенко доброго времени суток владимир шашук скажите пожалуйста как работать с мыслями и создавать их чтобы в конечном счете постепенно вокруг ладовалась пространство благодарю всех блага ну так работать с мыслями просто думать о хорошем тут особо той работы не нужно не смотрите всякие последние известия они кстати начинаются всегда там что-то взорвали там кого-то убили там где-то что-то сошло с рейсов час каждый начинает переселять всю эту гадость а ведь у нас годы советской власти каждый час начинался минутой молчания в этот момент там мог корабль еще кто-то передать сигнал взрос если он терпит крушение или еще что-то то есть спокойствие она как раз организовывала пространство именно каждый час понимаете вот это вот спокойствие почему она нужна и необходим потому что у нас каждый час он подчинен покровительству какого-то бога и когда мы связываемся с этими богами да то есть испытываем их эмоции мы связываемся с ними в эти моменты надо именно благодарить их надо именно славить надо именно испытывать тех вот эти вот эмоции это называлось родения или просто поэтому в общем то у нас всегда было все хорошо пока нас не захватила это за кулиса вернее они нас захватили этого в открытую но стали за кулисы потому что чтобы не знали против кого бороться мы же ведь кидаемся на кого но большевиков там на евреев на фашистов но кто-то всегда виноват а за кулисы не видно вот они всегда умудряется нам подставить ложные цели с которыми надо воевать и мы покупаемся на эту дешевку ну да подставляют того кого надо морду побить на чья кровь должна пролиться в итоге льется наша кровь да ясно идем дальше тормоз фон из мир вопрос из youtube убежден что любая религия создана для управления если в каких-нибудь писаниях целеполагания то есть если в каких-либо писаниях целеполагания для чего вся эта жизнь и эти бега но я позволю себе не согласиться с автором данного утверждения потому что в действительности религия даже само слово гриле не горит ри эта частица повторения да вот и лига соединение религии это те конфессии которые соединяли наше сознание со знаниями прошлой жизни для этого была целая система образования образ ваялий да для того чтобы вот это вот сращивание происходило уроки у нас происходили в ручищах там где всегда происходили нам не меняли учебники каждый год чтобы у человека могло произойти вспоминание своей прошлой жизни и своих навыков и наработок которые были у него прошлой жизни то есть религия это всем другое чем сейчас нам пытаются убедить а то что значит вы там считаете где-то там какие-то истины прописаны в той же библии ту раньше называлась каноном а сейчас ее странирует септагентом называет то есть 7 редакция там она состояла ну канон состоял из ведического завета который стал час ветхим завета и весково завета то есть певец это благая вес на греческом евангелии то есть вот рида веста было это вот был канон и он первые и потом плачется в тлорозаконе потом появилась и палия потом появился библия потом пентагентом секс тагентом час секс тагентом идет то есть 7 редакции уже священного писания, которое произошло в результате катализации населения Земли. Поэтому, в общем-то, все истины у нас прописаны были в каноне. Оно сейчас, слово-то осталось, канон, но, в принципе, книги такой нет. У Библии она, в общем-то, не соответствует тем первичным текстам, где, в принципе, все наши достижения, знания, где все принципы описаны, принципат. Там их тысячи принципов. Мы только сейчас знаем несколько. Там подобное притягивает подобное. Что в большом, то и в малом. Ну, тресмагисты, там они перечислены, но их немного. А все во всем, например, нету такого уже принципа. Вот. Или все, что представимое, оно реально, и оно достижимо. Вот этих принципов нету. Они, для православия, ну, я имею в виду, староверов, они еще как-то там сохранились в каком-то плане, да. Вот. И они руководств к действию были всегда, да. Вот. А, конечно, если вы будете читать Библию, да, в том виде, в каком она сейчас есть, жить не захочется. Вот. Но если вы столкнетесь с теми, кто носит носитель этих знаний, которые помнят Библию наизусть. Ну, например, с экстрагентом, да, там описано, во-первых, пять Евангелий, ну, пять Вест. И, во-вторых, о разных Спасах. О пяти разных Спасах. Там Рус, там Один, там и Разин, там и Арий, и пятый. Не могу сейчас вспомнить сразу. То есть, о всех разных Спасах написано. А у нас сейчас один только Спас, Христос. Причем, у него, правильно вообще его, Крестос, как, собственно, на Западе его называют, Крестос. Откуда крестьяне? Крестьяне-то не со слой никакой. Это была конфессия. Конфессия. Крестьянская церковь. У нас была до революции, которые объединили казацкую церковь, объединили христианскую, православную, собственно, православную церковь, католиков, всех объединили. Там было шесть конфессий. Ариане, татары были арианами у нас. Вот то, что это от Орфики, да, сейчас они известны, как Орфики. Объединили в одну, обновленная церковь, которую вот он Веденский возглавлял, генерал-полковник НКВД возглавлял эту церковь. И у нас она начала исполнять фискальные функции церкови. Там почему-то исповеди там ввели, в таинстве такого не было. Исповедь. Но были с ним другие. Четыре с них таинства, молит, капь, свящай и требаь. Четыре таинства. Потом там были различные варианты, но они были связаны с четырьмя мировыми богами. Вот. Если сходить из того, что вы сказали, здесь не просто какие-то редакции, здесь полностью переписывание, замена и уборка. Так что начальное, изначально седьмому, по идее, вообще никак не должно соответствовать. Поэтому как-то на редакции это не тянет. Это просто переписывание сейчас, замена. Ну, ладно. Хорошо, идем дальше. Жесткий вопрос пришел от Федора Толмачева из Ютуба. Вопрос докладчику. Где Нибиру? Он же обещал. Видимо, Федор собирался что-то с ней сделать или как-то познакомиться с Нибирьянцами. Где? Где это Нибиру? Он спрашивает. Дело в том, что она никуда не делась. Просто мы же подняли шумиху по поводу того, что готовится переселение людей. И когда мы встречались с веганцами, мы, в принципе, этот вопрос тоже поставили, чтобы такого переселения не произошло. Но переселение, потому что нас опустили до уровня неразумности. В силу того, что вот такие произошли процессы, в общем-то, ведь коалиция за нами внимательно наблюдает. И, в принципе, помочь нам как таковым, пока мы сами что-то не сделаем, они не могут помочь вмешиваться. Потому что можно вмешиваться к равным к себе, да? А помогать муравьям, например, да, ну, что им поможешь-то? Если там кто-то поджег, да, ну, пусть они сами спасаются, в принципе. Потому что разные уровни интеллекта и разный уровень возможностей. У нас нет таких возможностей спастись от огня, спастись от Лиллстоуна. Мы можем только какие-то силы поднять знающих людей, которые у нас на Земле остались. Они вот начинают работать, у нас какие-то моменты положительные происходят. Нибиру просто ушла. Она, переселение не состоялось, но она продолжает крутиться тут. Дальше. Рамис Кобзев из Ютуба. Веды обещают золотой век на 10 тысяч лет. Как вы думаете, так ли это? Ну, здесь, видите, все же идет по циклам, все повторяется. Взлеты падениями, падения взлетами. То есть, вот этот колебательный процесс, от него никуда не денешься. Ведь почему у нас в зимнем обществе там предусмотрена была, ну, как там, демократия, потом идет диктатура, потом идет аристократия, потом олигархия. Это у греков прописано у Стробонов. Они были сразу заложены в самом обществе. То есть, через какое-то время должна настать демократия, через какое-то время тирania, через какое-то время аристократия, олигархия, потом снова демократия, тиране и все это должно повторяться самом обществе если все это прописано в конституции общество будет вот такими вот волнами да она не будет разрушаться то что это жизнь это необходимость чего плохого в той же самой демократии или в той же самой аристократии даже олигархи если она временно но ради бога мы ее потерпим то есть здесь в общем-то я не вижу проблем чтобы у нас это нам заморачиваться по этому поводу надо просто вернуться к древним которые в общем-то это прописали хотя они все хорошо отредактированы но что-то осталось из того что было истиной и как они жили у слова потерпеть прозвучало до этого в чате ю тубе я прочитал все понятно автор призывает нас быть терпилами да потерпеть как махатма ганди да сделал так вот себя вызвал ну а ну вы если вы хотите ради бога вам флаг в руки но там кроме флага придется еще инструментарий какой-то набирать винтовки сабли пистолеты мечи ведь понимаете почему вот в христианстве есть вот этот вот момент потому что это у кристоса креста сон в какой-то степени свою вот эту биографию описанную которого не случилось он ее повторяет может нас ведь произошло объединение крестьянской церкви и христоферианской церкви это было в 1814 году про что конечно нам никто не расскажет вот и получилось за христианство а христофер это в действительности во первых и сиглайс во вторых это завоеватель америки вот христофер колумб нам как христофер колумб представлен вот и у него у креста саблиография так он как раз вот не противлением злу до насилием что собственно говоря поднял на щит лев николаевич толстой и считал что это единственный способ правильный для того чтобы пережить все эти подъемы и упадки которые в общем-то происходит на происходит у нас жизни и ведь махам ганди он именно ученик считался учеником льва толстого потому что он этот принцип притворил жизнь толстой только его проразгласил он не знал как его притворить вот установить работы у толстого они просто не афишируется но у него в чем моя вера сотворение разрушения рая но и кстати греи найдете если найдете хорошо что они как были запрещенными в годы советской власти так они продолжают закрещены там исповедь него четыре главных философских работы которую написать этот принцип как бы его нужно было бы притворять я почему исхожу вот именно из этих принципов потому что для меня пример ганди он в общем-то убедителен потому что те вот но вот сделали революцию да почему леонид зашел с ума но потому что такое количество крови он увидел он просто сбежал от это его мозг сбежал действительности но вы тоже хотите повторить это ради бога повторяйте так ладненько идем дальше михаил вопрос из ютуба так а эти третьи силы ни от кого сдачи получить не могут из-за их же сатанизма и демонизм никто не накажет и как им противостоять ведь то что вы сейчас рассказываете для большинства просто миф благодарю так и правильно что это миф это все и делаю мифом у нас вообще в власти вообще кто стоит вампиры просто как бы в этом не широко неизвестно широкой публике неизвестно да даже в интернете если вы полазите периодически возникает материал что пытается привлечь того или иного высокопоставленного чиновника который улечен вампиризме и дети которых обычно используют для этих ритуалов и в качестве пищи и в качестве жертвы некоторые остались живыми и уже через 20-30 лет когда они уже позрослели они начинают рассказывать давать показания ведь и этих ребят этих чиновников никого ведь не удалось посадить на скамью подсудимых а ведь прокурор страны возбуждал я просто не произношу имена вот которые во всем этом завязаны для того чтобы это видео не закрыли но это все происходило и происходит у нас есть целые невольничьи рынки детишек вот когда вот возникают такие ситуации как у нас сейчас в россии до разруха беспризорничество этих детей собирают и на невольничественные рынки они стоят там по 50 по 70 тысяч долларов в зависимости так сказать от возраста и качества которых потом и насилуют и пьют у них кровь и приносят жертвы и потом просто едят их мясо то есть это все делают вампиры у нас вампирская власть во всяком случае европа вся имеет вампирскую власть ну и как вас не собираетесь бархатцы в книжке как нежели серебряная пуля колышек этот осиновый да это очень помогает действительности вообще ноты я могу рассказать как обычно наши спецслужбы они когда уничтожали вот этих параллельные структуры тех же самых песогласов от песогласов ведь избавились от хазар избавились от готов избавить но все кто участвовал захвате великой руси и да от них от всех избавились и они сейчас живут там какие прописки не прописные наши люди православные во всяких там закутках непроходимых горах лесах где их только не встретишь но самое интересное пули то их не берут и и даже колюще режущие оружие да она в принципе может взять может взять если точный удар и она длинная а если она короткая тоже не берут как с ними быть ты чего разрубать пополам что ли нет нас для этого были разработаны огнеметы они у нас на вооружении до сих пор стоят но в армиях нету кстати говоря да я вот сколько служил да и офицерами и солдатам я не въел огнеметов кстати нужны ну слышал книж так вот у нас в том-то дело что это только у спецслужб которые применяют их когда обнаруживают такие поселки и с ними расправляются огнеметами ясненько идем дальше михаил из ютуба еще один вопрос в ваших книгах вы упоминаете про созданную территорию ада и про души людей которые туда попали вы можете писать что это такое благодарю но территория в основном там где у нас католичество там у нас территория ада поскольку у нас вот последние 70 лет советской власти когда принципе в общем-то была крещена окончательно великоруссия в католичество да то есть христианство который сейчас мы знаем как христианство у нас тоже начал образовываться здесь от потому что людей заставляет страдать и поклоняться страдания но это создание тонкого мира страдальческого да вот в каких-то местах где еще православие сохранилась в том виде в каком она была вот она там островки рая еще существует но во первых там во первых они на небесах да рай он не опускается вниз а вот от настоящий он как раз правильно там говорят что он как раз глубине земли и когда у нас там скважину помните курс на кольском полуострове бурили 11 километров и добурились где слышны были крики там человеческие вот когда раскапывают всякие пещеры где люди в жутких там позах там вот это все как раз проявление адовых структур которые были в общем-то у нас на земле ведь и душа человека она ведь может спокойно материализовываться ну этих рассказов много да то есть и у нас собственно говоря жрицы они специально строили помимо души турном от рождения дана еще тонкие тела для того чтобы можно находить его к ним туда к душам умершим вот общаться встречаться кого-то вытаскивать обратно кому-то там подождать предлагалось но все в принципе было для того чтобы вот эти тонкие тела могли использоваться вот я уже рассказывал но подобным над подобной встречи о том что некоторые люди самостоятельно вернее спонтанно с того света могут материализоваться и остаться в этом мире спонтанно но обычно они вызывают массу вопросов потому что у них необычные способности у них сохраняется связь потусторонним миром во первых во вторых очень необычайные способности в плане телепатии в плане там левитации прохождения сквозь стены прочих вещей которые обычно человека не наблюдается а у души наблюдается на материзованной души вот и поэтому в общем-то небеса они в общем-то без бесов где-то как раз вот на горах на ну то есть на более высоких местах а то внизу на то что правильно здесь нас не обманывают дальше александр за чья раз youtube а реплика эфир зекурат на красной площади еще работают и много народа еще под мороком до конечно работы но и потом видите дедушка ленин ведь он приходит там к своим каким-то родственникам и просит чтобы его похоронили потому что его уже мучается а это все христиан но католичество хитричество потому что они же почему не умеют эти в египте да ну не здесь сейчас находят а это потому что чтобы не возвращаться обратно в ту жизнь чем дольше у тебя тело не гниет тем больше времени ты будешь на том свете а если ты решишь родиться вот тут и очень умрешь в раннем возрасте то что твое тело будет тебя тянуть обратно туда поэтому придумали мумии у нас в общем-то египет на смерти не было люди были бессмертными это первое кладбище которое в общем-то было христиан ведь нам когда навязывали вот это вот перевоплощение дано первое кладбище если мы могли жить вечно вот придумали как раз вот эти кладбище и сразу пошло не так то есть надо было сжигать чтобы можно было быстро перевоплочит перевоплотиться и собственно так у нас в традициях и было индусов сейчас осталось не чуть-чуть там видизма еще есть немножко и у нас так было вот но в силу того что эти закураты их везде повсеместно расплодили у нас пирогов пожалуйста димитров до болгарии вот тоже но сейчас его вроде похоронили сталин тоже был я еще застала в лежащем но зале и потом похоронили но ленин тоже надо похоронить это неправильно хотя грешта может она не ленин даже над ними значение кто там лежит главное что похорониться на человека надо надо и даже вот те души которые погибли в результате войны которых никто не отпел никто не отпустил эти места проклятые ведь до сих пор места боев это проклятые места потому что умершие погибшие они хотят чтобы их если не захоронили то хотя бы привели тот ритуал правильно чтобы отпустить их души от их тел чтобы они могли идти на перевоплощение на дальнейшую жизнь ну или какой-то лог попасть наконец-то ну вот мы этим занимаемся в какой-то степени где находим такие места но принципе это должна вообще официально церковь заниматься они этим не занимаются они могут только отпускать грехи вот а штук отпуск грехи это в действительности взять эти грехи на себя и почему все у нас священники попадают в ад да потому что они все на себя набирают а потом понятно куда же им еще кроме ада так вот интересный комментарий в эфир англичане из индии ушли так как им это было просто выгодно смели сменили открытую форму управления скрытой сейчас все госуправления в индии происходит по правилам принесенным англичанами все будущие индийские чиновники получают обязательное образование в англии такой комментарий поступил ну правильно я подписываюсь под этим но тем не менее и не считается свободным государством всяко случайно вправе принимать самостоятельные решения это что у них там учиться там в англии и вообще вы все английского них в почете хотя еще вот в мое время до после еще ганди когда там было все живо английская все презиралась до час но все хвалится но потому что у них не сразу этот рост получился у них рост вот недавно стран но это работа за кулисы опять же да за кулисы не англичане далеко не англичане так идем дальше николай чет вопрос к докладчику не по теме как сейчас работает книжный интернет-магазин при вашем сайте все ли в порядке но периодически нас будет конечно как вообще все что связано с этой тематикой но тем не менее куда бедно но работает дальше голос такси человек назвал задать вопрос из ютуба что важнее для окружающего мира чистота помыслов или м н эмоциональность да где то и другое может без эмоции вы ничего не сделаете без чистых помыслов это тоже будет все бесполезно просто эмоциональностью подтверждаем свои помыслы и одно и другое определяет понимаете вот нам греш по цели продают средства цель определяет средства михаил из ютуба спрашивает а когда ваши новые книги выйдут да еще не выходит понимаете какая штука я год но вверх у меня написано много книг больше десятка которые не издаются по каким-то там причинам ну тут моя периодически издаю продолжает писать на у меня отлично написано они изменяются обычно потому что из написать не так сложно вот издать для нас всегда проблема во первых сохранить информацию во вторых значит и и чтоб она не изменялась внутри то есть вот эти вот все проблемы они сюда ярко выступают когда надо издать именно это просто нужно много сил которых не всегда не всегда не бывает так дальше еще несколько вопросов есть у нас гена из ютуба как уйти от управленческого строя но держала на самоуправление то есть сама державе это самоуправление а это круг ведь у нас все решал круг если вы помните да вот казачий круг сейчас но не правда не все казаки как бы помнят все такое круг потому что круг то действительности когда горят все по кругу никто говорящий не перебивает вот если ты хочешь что-то сказать жди когда до тебя дойдет очередь и говорят по очереди по кругу вот они решают какую-то задачу какой-то вопросы там принцип нельзя критиковать чтобы человек не говорил да вот и нельзя вставлять свои реплики и слова когда не твоя очередь когда дойдет тогда говори вот эти два принципа но сколько я был там казачьих кругов но они не соблюдались то есть вот только на одном я побывал он кстати играет сама номер вот где это соблюдалось где еще помнят эти традиции да ну и в заключении такой вопрос от тормоза фон из мира из ютуба что вы можете сказать о причинах заселения европы мигрантами ну в европе подготовили замену но кстати говоря у нас тоже самое происходит просто у нас об этом не кричат данные может посмотреть интернете сколько у нас же тата таджиков сколько чеченцев тоже миллионами исчислений это идут это что их просто не видно даже сколько китайцев живет тоже москве их тоже не видно а они все есть в 2000 году мы когда были на красной площади новый год до справились удивится что ни одной ни одного русского лица а утром если в шесть часов утра попадаешь там метро тоже как-то не видишь то есть это повсеместно повсеместно и такое такая тенденция но опять работа за кулисы вот создали условия вернее невыносимые условия в тех же самых азиатских республиках да люди вынуждены ехать сюда в россию и люди вынуждены были ехать в европу но самое главное там же как они сами говорят да им же проплачивать все это то есть они не состоянии там три тысячи долларов на собирать чтобы переехать в европу там купить там какие-то себе небольшие благо снять там помещение или еще что-то а сейчас там еще вообще сделали интересно расселение ну то есть как вот у нас годы советской власти то есть теснили значит и хозяев квартиры им подселяли кого ты сейчас европе такая же ситуация то что у нас предоставленники уехали туда германии пишут сейчас вопли что там происходит и творится что ж все вопросы мы озвучили хотелось бы что-то позитивное в конце услышать какое-то наставление доброе пожелание связи связано с темой состояние климата на сегодняшний день кто-нибудь такой в запасе добрый то есть может как как себя вести и чё сделать кому там паре петрыс на что вне леску до них а дорог по рукам достать сразу начинаю с того что треснуто кто-то я говорю позитивник и тапочкам вот он то дело что лучше всего это как раз эмоциональная невозмутимость вот я просто привожу примеры да когда допустим толпа которая она хочет с тобой разобраться да вы настраивайтесь что вы их не видите их нет и вы проходите сквозь эту толпу спокойно потому что эмоциональное поле она определяет события которые нас ждут благодаря этой эмоции просто как бы люди привыкли очень просто решать но если агрессивно толпа то и и лучше всего значит разогнать там с помощью всяких средств дополнительных когда они испугаются убегут вот удивительности наше оружие то наши эмоции просто мы не пользуемся этим аппаратом когда тебя должны убить до а вы полной уверенности что это не произойдет и вас не убьют вот пример трофемчука который комсомольская правда приводила свое время ему во время великой отечественной войны все время везло его не но ты вставляешь пулеметом отход прикрывать до роты он остается да там разрывается вокруг гранаты значит стреляют ни одной царапины но его спрашивают почему а и еще попал значит снаряд там взорвалась всех поубивал он опять живой почему тебя-то не трогает он где-то мне отец заповедовал еще что не надо бояться как только ты дрогнешь испугаешься поле тут же тебя найдет поэтому психополе она выстраивает это же что в психополе это в действительности и почти на ощупь желеобразная масса который окружает человек и любое тело который вторгается тоже пуля она прилавляется ну как вот в воду вы там стреляете или воздух там вернее цвет входит он меняет лицую траектор вот этого преломления возникает и здесь то же самое возникает преломление никакая поле никакой кинжал не какой-то мальчик с девочкой на которых напали мужики да значит с целью ее изнасилования его избиения и он вот он собрался и ни один удар не повредил улицу он нанес там всем удар он всех их положил а вот он он вышел на это состояние состояние ража можно состояние рожи конечно и грушить все да но при этом не бояться при этом соблюдать вот это радужное настроение но как говорят во время войны если тебе радостно и весело да или страшно и весело вот это как раз то состояние которое в общем-то и помогает использовать вот этот но это говорил лев толстой так до словами пьера безухова вот но в действительности состояние рожи она не связана со страхом она просто связана с этим состоянием поэтому имейте вот эти состояния и у вас будет все хорошо благодарю благодарю за добрую беседу добрые слова и хорошие на пустые напоминаю что сегодня у нас 2 августа 2017 года среда по одному из современных календарей день в д в друзья поздравляю с этим замечательного за мой взгляд праздником причем я поздравляю тех людей не которые прыгают пьяные фонтаны и позорит в д в а те которые достойны высокого звания десантных войск вот этих вот настоящих защитников отечества которые не жалея своей головы зная что они победят что не короб никто кроме нас идут в первыми в бой прикрывает друзей спасают до последнего стоят вот таких я поздравляю а те которые изображают в девушников и арус что-то там фонтане булькая тех я поздравлять как-то не очень хочу слава что есть такие войска которые всегда готовы всегда случае чего и огнемета могут взять в руки исходя сегодняшнего разговора да и чем угодно другим воздействует на негодяев 32 день месяца получения даров природы 7525 лет и третейник по одному из старинных календарей мы сегодня говорили про состояние климата на сегодняшний день на земле владимир алексеевич шимшунг сделал прекрасный доклад отвечал на вопросы реплики низкий поклон владимир алексеевичу с вами был алексей орлов желаю всем добра молодцы очень хороший вопрос нам все не задавали приятно было читать вдумчивые такие реплики и вопросы так держать будем вместе сделать мир лучше желаю всем добра быть добру до новых встреч увидимся и услышимся народно славянское радио все нужно все важно